Хэв, и никак иначе. Если ты не хочешь любить своих родителей, ты не должна их любить. Ну, шкуру быть нормальной, и жить с счет тоже ок. Конечно же, самое главное, это вовремя родить ребенка. По факту образование это просто диплом, и он нафиг не нужен. Конечно, это полный трэш. Нет, ну серьезно. Я до сих пор не понимаю, как некоторые люди это делают и не понимают этого. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня я бы хотела с вами обсудить такую тему, как 7 очень важных советов, которые я бы хотела дать девочкам до 18 лет. На самом деле, если вы старше 18 лет, в принципе, для вас это видео будет тоже очень полезным, потому что я буду говорить некоторые максимально неоднозначные вещи, которые предполагают дискуссию. Так что, если вы послушаете мои советы и что-нибудь напишите от себя в комментариях, возможно, что-то положительное или что-то, что оспаривает мою точку зрения, я буду вам очень рада. Я буду рассказывать вам истории, которые основаны на моем личном опыте. Я буду мотивировать, почему я рекомендую делать так, а не как-то иначе. И вообще, я вообще в этом видео, хотя, впрочем, как и в любом другом, я хочу поговорить с вами именно как с моими друзьями, которым я даю какие-то советы. Хочу дать достаточно жесткие советы, которые, знаете, даже не столько советы, сколько почвы для ваших дальнейших размышлений. Если вам нравится такой формат видео, обязательно поставьте ему лайк и напишите, что вы бы хотели больше разговорных видео от меня, потому что я до сих пор не понимаю, они вам заходят или они вам не заходят. То есть, у меня пока еще нет какого-то конкретного мнения, но если вам это нравится, то обязательно дайте обратную связь. Это будет ключевым фактором вопроса того, будут такие видео продолжаться или... На этом все. Все. Что ж, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай себе в дом линии о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Пункт номер один. Итак, совет номер один, это научиться обо всем говорить прямо и изначально выстраивать отношения таким образом, какими ты хотела бы их видеть вообще в идеале. Я приведу вам сейчас пример, чтобы вам было понятнее. Все мы с вами люди, у всех у нас есть индивидуальность, у всех у нас есть вещи, которые нам нравятся и которые нам не нравятся. И прикол заключается в том, что остальные люди, они не обязаны, да и они не могут во многом знать какие-то вещи, которые нас максимально напрягают. Поэтому, когда мы просто говорим прямо о том, что нам нравится, а то, что нам не нравится, то, что для нас приемлемо и то, что для нас неприемлемо, мы, по сути, сделаем одолжение не только себе, но также человеку, который хочет с нами общаться. К сожалению, недавно у меня была похожая ситуация, похожая история, при которой мои отношения с одним человеком испортились. Они, мы не поссорились, просто они испортились, потому что человек не понимал меня. Я не могла донести до человека свою мысль четко, чтобы он понимал, что некоторые вещи мне действительно не нравятся. Потому что для этого человека такие вещи в общении, они абсолютно адекватные, абсолютно нормальные. И на мой недоумевающий взгляд, типа, ну хватит про это говорить, меня это реально бесит. Человек просто делал круглые глаза и такой, а что такого? Я потом обсуждала эту тему с другими моими друзьями, которые знают меня гораздо лучше, чем этот некий человек. И они мне объяснили, и благодаря во многом им я осознала этот факт, что я должна была просто этому человеку напрямую, абсолютно напрямую сообщить, что эти вещи меня на самом деле раздражают. Когда ты про это говоришь, я бешусь, я триггерюсь. Ну не люблю я обсуждать какие-то там темы, связанные с интимного характера. Абсолютно я не люблю, я этого никогда не делаю, я не обсуждаю это абсолютно ни с кем. Но, видимо, для некоторых людей такие вопросы, они абсолютно естественны, абсолютно нормальны, они, ну, в этом ничего не видят. Просто я не знаю, как вы думаете, но я бы, например, очень сильно бы обрадовалась, если бы мне сразу бы сказали про какие-то стопы, про какие-то ограничения. Ну, естественно, в абсолютно адекватном, милом формате серии. Ты знаешь, мне очень нравится как человек, хочу с тобой дружить, но я немножко странная, и у меня вот такие вот странности. В таком формате, мне кажется, это абсолютно ок воспринимается. Что вы думаете на эту тему? Как бы, например, вы себя повели, если бы вам что-то такое сообщили? Кстати, эта база для ресниц, она делает их больше визуально. Кстати, у вас есть какие-то странные вещи, которые вам очень сильно не нравятся, когда у вас, например, спрашивают, или когда вам рассказывают, или когда что-то делают? Меня, например, очень сильно бесит, когда люди опаздывают, и я не знаю почему, но я всегда это людям говорю, то есть я даже давным-давно тоже договорилась, что, пожалуйста, не опаздывайте ко мне на встречу, я очень пунктуальный человек, я очень сильно с ним в свое время. Если вы ко мне будете опаздывать регулярно, как бы, ребят, ну мы с вами не садимся, просто потому что я буду беситься. А как вы строите отношения с человеком, на котором вот и бесишься? Не бегайте за мальчиками. Сейчас я постараюсь очень хорошо и доступно объяснить, что я под этим подразумеваю, почему не стоит так делать, приведу в примеры истории из жизни меня и из жизни моих близких подруг. Очень часто бывает так, что нам начинает нравиться какой-то человек, и когда нам человек какой-то начинает нравиться, это абсолютно не всегда взаимно. И очень часто это работает именно с девчонками, они встречаются с каким-то мальчиком, ну или другой девочкой, она начинает, или он им нравится максимально, и они начинают проворачивать всевозможные истории, подстраивать события так, чтобы случайно столкнуться где-то с человеком, каким-то образом внезапно оказаться в окружении всех его друзей и многие другие варианты, которые, я думаю, что вам всем так или иначе известны или по личному опыту, или, опять-таки, по опыту ваших друзей. К сожалению, есть неприятный опыт одной моей подруги, которой понравился молодой человек. Абсолютно нормальный, абсолютно классный молодой человек, с тем лишь исключением, что он изначально ее рассматривал исключительно как подружку, как френд-зону. А девчуля организовала для него буквально все. Совместные поездки, которые случайным образом организовывались, походы в рестораны, какие-то запаривала, сделала классные подарки. Когда она узнала, что у него день рождения, она реально перевернула весь город, она потратила огромную кучу денег ради того, чтобы найти именно то, что ему нужно, потому что она подняла какие-то там, не знаю, свои связи, свои вопросы, чтобы найти именно то, что нужно чуваку. И как вы думаете, что было, когда он получил подарок? Он просто сухо ей сказал, большое спасибо, мне очень приятно. Нет, это абсолютно нормальный ответ. Я ни в коем случае не принижаю ценности и значимости этого ответа. Но вопрос в том, что она потратила несоизмеримо большое количество сил. И, естественно, она рассчитывала этим подарком каким-то образом их отношения улучшить. Но по факту он просто прекрасно все понял и тупо начал ее использовать. И она была как будто рада, знаете, то, что ее используют. И в итоге, конечно, ни к чему хорошему это не привело. Ее день рождения, у них разница типа небольшая. Ну, то есть, по-моему, у него день рождения типа в ноябре, у нее в феврале, ну, как-то так. И что бы вы думали, ее день рождения, он просто про него забыл. При том, что она как бы специально, знаете, как делала, писала в Сталинфе-цах и серии «У меня скоро день рождения, ребята, у меня скоро день рождения». То есть, она очень много раз показала значимость для себя этой даты, но он просто сделал вид, что он не знает, что у нее день рождения, и все. Не поздравил ее ничего. Потом, когда она не выдержала, потому что, ну, никому не нравится такое отношение, согласитесь, она у нее прямо спросила, типа, «Блин, почему он забыл про мой день рождения? Я думала, что ты меня поздравишь». Ну, такой типичный, обиженный вопрос. И знаете, что он ей ответил? «А, на самом деле у меня есть для тебя подарок, как бы я тебе просто бы не отдал, хотел сделать сюрприз, хотел сделать тебе приятно, и что бы вы думали сейчас? Какой у нас месяц сейчас? У нас ноябрь». А речь шла про день рождения, который был в феврале, да, и подарка она все еще не получила. В то же время у меня есть огромное количество примеров, да и это больше даже на моем личном опыте основано, когда изначально, ну, девушка не бегает за парнем, когда она оставляет не то, чтобы какой-то секрет, мне очень не нравятся вот эти вот дурацкие фразы, когда она просто выстраивает изначально абсолютно нормальные отношения, в которых она сразу показывает, что она себя ценит, что она ценит свое время, что она не будет гоняться за человеком, к которому она не упирается. В этом нет ничего такого, что иногда мы не заходим к каким-то определенным людям. Это, к сожалению, так случается. Конечно, когда-то это бывает неприятно. Например, типа, понравился человек, а этому человеку на тебя плевать, но не лучше ли изначально не строить отношения с этим человеком, чем начать строить отношения, которые, по факту, ему не нужны, и он просто согласится на тебя, ну, потому что, наверное, настолько сильно его задолбаешь, что, ну, окей, пусть будет. Пока, пока пусть будет. И, ну, пользуясь случаем, были ли у вас примеры удачных отношений, которые были построены изначально исключительно на активности, на напоре девушки? Ну, вот, было у вас такое или нет? Напишите, потому что у меня очень много знакомых по такой схеме, которые пытались строить отношения, и даже те, кому удавалось в итоге в них попасть, ну, мягко говоря, довольны особо не были. Следующий момент, это прям жесткий момент. На абсолютно всем можно делать деньги. На абсолютно любой фигне, ну, это не фигня, я не обесцениваю, можно сделать деньги, если делать это качественно, и если идти в ногу со временем. И это пипец, потому что я думаю, такие деньги могут зарабатывать только крупные бизнесмены, которые занимаются серьезным бизнесом, но потом ты понимаешь, что нет. И это настолько сильно меня вдохновило, настолько сильно меня мотивировало, это настолько, блин, круто, что я поняла, что на самом деле, что бы ни приключилось в жизни, если тебе на самом деле нравится то, чем ты занимаешься, если ты делаешь это качественно, ты никогда не будешь бедным. Ты хорошо, условно, там рисуешь, ты всегда можешь продавать свои рисунки. Но, естественно, чтобы продавать свои рисунки, люди должны знать о том, чем ты занимаешься. Если ты просто так рисуешь и надеешься на то, что в один прекрасный момент кто-нибудь это заметит, когда ты сидишь дома и не привлешь никакую активность в соцсетях, понятное дело, что этого не произойдет. Поэтому любые социальные сети нужно использовать для того, чтобы люди о тебе узнавали. Это абсолютно нормально делиться своими профессиональными навыками, особенно если ты хочешь на этом зарабатывать. Блин, люди зарабатывают на стримах, люди зарабатывают на том, что играют в игры, люди зарабатывают на косплей, люди абсолютно на всем зарабатывают. Вот это серьезно. И знаете, если вас пугают родителям теми фразами, а что ты будешь делать, когда твой ТикТок, Инстаграм, Ютуб, и тупо, и тупо, и тупо, и тупо, и тупо закроются? Ребят, закрыться может абсолютно любое вообще предприятие. Тебя могут выгнать с завода, тебя могут выгнать из какого-то госучреждения, ты можешь быть депутатом, тебя в один день могут выгнать просто потому, что что-то изменится, и ты нафиг будешь никому не нужен. Нет универсальной профессии, которая нужна будет всем абсолютно всегда. Ты можешь 50 лет, блин, проработать на каком-нибудь предприятии, а потом просто тебя в один прекрасный момент захотят заменить условным роботом, потому что все. Или банально ты станешь уже неугоден какому-то новому начальнику, какой-то коллектив, возникнет там трудность, и все. Ты не найдешь себе уже потом такую же работу, или у тебя все равно возникнут трудности. Поэтому какая разница, в какой сфере развиваться, в какой сфере что-то делать, если в конечном итоге абсолютно ничто тебе не даст пожизненную гарантию. Да и знаете, а есть ли смысл вообще приходить на какую-то определенную одну работу и торчать на ней абсолютно всю свою жизнь? Зачем? Очень важный навык. Сколько вам лет не было? Кстати, сколько вам лет? Вот вы смотрите это видео, сколько вам? Это научиться говорить. Нет. Блин, самое крутое, что вы можете для себя сделать, я вам честно скажу, это научиться говорить абсолютно разным людям. Нет. Да, вы людям отказываете в том, что вы не хотите сделать, вы свою жизнь настолько сильно упрощаете, настолько сильно делаете ее проще, что вы сами не поверите, насколько огромные колоссальные изменения могут прийти в вашу жизнь всего лишь с навыком говорить. Людям нет, но то, что вы делать не хотите. Я расскажу вам сейчас одну историю. У меня есть подруга, которая общается с другими людьми, ну, логично. В какой-то момент она настолько много им потакала в абсолютно любой их движухе, в абсолютно любом их вопросе, что они начали ее использовать как своего личного раба. Да, формально они типа с ней тоже подруги, но со стороны это выглядит не иначе, как какое-то рабство. Она не имеет права отказать им вообще ни в чем. Они организовывают какие-то домашние посиделки, где планируют, извините, бухать, а она не хочет бухать, она на работу должна завтра идти. Она не может сказать им нет, потому что если она говорит им нет, они начинают ее что? Ах, да, наши с вами, любимое слово. Начинают ее абьюзить, начинают ее принижать и говорить, а вот, например, с Лисой у тебя есть время встретиться, а почему ты с нами не хочешь? А вот это ты делала, а на той неделе ты ходила с каким-то чуваком, там, я не знаю, бухать, а сейчас ты с нами не идешь, это вообще нормально. И она настолько сильно себя загнала, что она банально не может поехать даже, не знаю, в какой-нибудь другой город вместе со своими родственниками, со своей матерью, потому что они начинают предъявлять ей претензии, типа, какого черта ты куда-то едешь, но нас с собой не берешь. А кого черт, простите, она должна таскать за собой каких-то непонятных девиц, которые даже ее вообще не ценят, им просто по кайфу с ней общаться, потому что она их домашний раб. Когда вы прямо говорите людям нет, они начинают воспринимать вас совершенно по-другому. Они воспринимают вас как человека, но с мнением, которому просто нужно считаться. Не как с каким-то человеком, которого там, не знаю, на раз, два, три можно куда угодно, к чему угодно склонить, просто потому что он безотказный, а как к личности. И когда тебя начинают воспринимать твои же знакомые как личность, твое же влияние на них, твой же статус для них, он воздушается, потому что они прекрасно понимают, что этим человеком мы дорожим, потому что он личность. Нормально хотеть или не хотеть и делать или не делать то, чего желают или не желают другие люди. Вы не должны быть самовлюбленными эгоистами, но здоровый эгоизм присутствует в жизни каждого человека, он просто обязан. Вы не проживете жизнь другого человека, вы никогда не сделаете свою жизнь лучше, если вы согласитесь с чем, с чем вы согласиться не хотите. Сколько людей страдают от того, что они вписываются на какие-то сомнительные истории, просто потому что, ну, они решили в какой-то момент жизни кому-то угодить. Только ты имеешь право принимать решения в свою жизнь, только ты должна совершать ошибки, которые ты совершишь. Да, есть люди, которые с высоты своего опыта могут подсказать тебе, что правильно, что неправильно, но это должна быть исключительно твоя инициатива. Ты должна спросить у людей вопрос, в теме которой они, скорее всего, шарят. То есть, например, абсолютно нормально спросить у человека, который ты знаешь, что прошел определенный жизненный путь на тему того, что делать в той или иной ситуации, если ты сама не понимаешь, что делать. Но абсолютно ненормально слушать абсолютно рандомных людей, особенно тех людей, которые сами себя ничего не представляют и вообще понятия не имеют о том, что происходит во всем этом мире, и основываться на их опыте. Потому что банально этого опыта тупо не может и не быть. Банально эти люди могут захотеть поговорить или пытаться тебя задоминировать своими какими-то ненужными речами. Абсолютно все люди, вне зависимости от возраста, они всегда совершают какие-то ошибки. Они совершают как правильно ему, так и допускают ошибки. И нет ничего такого в том, чтобы допускать ошибки, потому что, в конце концов, нет таких ошибок, которые невозможно исправить. Но если мы с вами говорим о физической полноценности, точка невозврата, она даже если существует, то, как правило, она не случится просто потому, что ты там, не знаю, возьмешь и поступишь не на тот факультет самостоятельно. Тебе абсолютно никто не запретит бросить учебу, которая тебе нафиг не нужна, и поступить в другое место, если ты поймешь, что это не твое. Тебе никто, абсолютно никто не помешает построить новые отношения, если ты выйдешь в тех отношения, которые тебе уже не нужны. Не надо слушать никого, кроме себя, потому что единственный человек, который знает ответ на все вопросы, это только ты. Если бы я прислушалась ко всему тому бреду, что он мне регулярно говорила, я бы уже давно вскрылась. Ну, типа, серьезно, потому что то количество ненужной информации, то количество ненужного опыта, то количество ненужных советов, которые мне периодически выбрасывают со всех сторон, оно настолько просто ошеломляющее, что я бы уже давно была бы не я, а я не хочу быть не собой, я хочу сама проходить свой путь, я хочу сама лажать, я хочу сама делать любую эту фигню, которую я делаю. Да, если я за нее что-то получу, я буду понимать, что это моя зона ответственности, что со мной сейчас жизнь поступает каким-то некрутым образом, только потому что я сама все до этого довела. И когда у тебя нету возможности перекинуть свою ответственность на другого человека, серии, вот моя жизнь протяжла говно, потому что ты мне сказал так сделать, то тогда ты понимаешь, что ты сама контролируешь свою жизнь, что ты сама принимаешь решения, что ты сама за них в ответе. И ты, если кого винишь, то только себя. И поверьте, винить себя гораздо проще, чем винить другого человека, потому что, ну, ты понимаешь, что ты это затеял, тебе это нужно разгрести. И только тебе потом нужно внимательнее относиться к жизни. Как-то я слишком быстро сделала макияж, не скажу, что он суперсложный, тут даже нет стрелок, но все равно быстро, поэтому давайте дальше с вами просто побеседуем. Следующий совет, который очень тяжело будет принять, когда ты его слушаешь. Решила немного сменить обстановку. Кофе тут уже нет, но я все равно выпью. За любовь. Ох, следующий момент, он будет достаточно спорным, потому что он неоднократно был причиной достаточно интересных диалогов с моими друзьями. И заключается этот совет в том, чтобы не погружаться от и до своего партнера. Важно, в кого-то влюблена, в мальчика, в девочку или в кого-то еще. В данном случае гендер не имеет никакой под собой роли. Здесь смысл именно в том, что когда мы начинаем отношения, мы, естественно, хотим проводить с этим человеком наибольшее количество времени. Мы думаем об этом человеке чаще, чем об остальных. Мы хотим проводить просто буквально каждую секундочку вместе. Это абсолютно нормально, но очень многие люди допускают такую ошибку, что они реально забивают на всю жизнь, которая была до этого партнера и погружаются от и до целиком в него. Почему? Я считаю, что это не круто. Во-первых, потому что люди, с которыми вы общались до этого, например, ваши подруги, ваши друзья, они банально на вас залупятся. Никому, абсолютно никому не нравится, когда человека, с которым ты провели несколько лет вместе, заменяют на нового персонажа, который непонятно откуда появился, непонятно почему полностью свой подруг захватил. Мне такие вещи не нравятся, поэтому у меня в окружении таких подруг нет. Я прекрасно понимаю, что очень многие из них там периодически встречаются с кем-то, расстаются, абсолютно окей, но ни одна из них не погружается в какого-то своего партнера настолько, чтобы полностью забить на меня. Как и, соответственно, я делаю то же самое. Очень многие люди удивляются, почему вообще там, типа, я, будучи в отношениях, постоянно с кем-то гуляю. Ну, блин, а потому что, сори, как бы, для меня этот человек имеет вес, и эти все люди, они тоже имеют вес, и как бы равноправие между ними. И недавно обсуждали с одной моей подругой такую тему, что если она вступит в отношения, если тем более там выйдет замуж, то она закончит всю свою жизнь и вообще полностью будет только сидеть дома, заниматься домашними делами. При этом она не типичная домохозяйка, она абсолютно такая, знаете, сильная, независимая девчуля, которая, там, не знаю, очень успешная и все такое, но по какой-то причине она уверена в том, что ее партнер, он просто не одобрит того, чтобы она просто продолжала жить. Но, блин, он же изначально выбирает ее такое, какая она есть, то есть активная, интересная, которая не дома сидит, а постоянно где-то находится, так и получается, что это просто обман человека? Не, я понимаю, если ты изначально как бы начинаешь отношения с человеком, который постоянно сидит дома, у которого никакой жизни нет, у которого нет ни друзей, ничего, и как бы, да, он действительно занимается только тем, что варит борщи, и это одно. Но когда ты начинаешь встречаться с человеком, который весь такой суперактер, но в отношениях он полностью в тебя растворяется и погружается, это ли не обман партнера своего? Что вы думаете? Ну, типа, всегда есть шанс того, чтобы расст기에 сидеть. Вот когда вы расстанетесь, что вы будете делать? Будете звонить подругам, которых вы просто слили после того, как появились какие-то непонятные мужики? Типа, братаны всегда важнее мужиков. Вот сейчас чувствую, полетит просто тона хейта, но я думаю, что большинство из вас со мной согласятся. Но мне будет очень интересно подискутировать с вами на этот счет. Реально, вы скажите все, что вы думаете на эту тему, потому что сейчас будет жесть. Родители в большинстве своем хотят и любят своих детей. Но детям совершенно не обязательно любить своих родителей. Я просто считаю, как летят дизлайки на все это, потому что с самого детства нам внушают обратно. И, возможно, кто-то из родителей уже состоявших смотрит это видео. Конечно, ему, скорее всего, не понравятся мои слова, но выслушайте меня до конца, что я сейчас расскажу. Дело в том, что в большинстве случаев у нас не очень хорошие отношения с родителями. Ну, в принципе, вот всех, кого я знаю, у меня нет ни одного человека, абсолютно ни одного, их просто ровно счета ноль, у которых были бы нормальные отношения со своими родителями. Потому что, как правило, родители давят на детей, потому что родители, как правило, не хотят понимать детей. Тут ключевое слово они не могут, а именно что не хотят. Потому что они считают, что вот они жили в определенном мире, что этот мир существовал по этим правилам. И сегодняшний мир, он точно такой же. У меня банально есть подруга, которой мать звонит каждые два часа, где бы она ни была. Она просит от нее фотографии, она просит, чтобы она полностью давала отчет. И не дай бог, если она не ответит своей матери по WhatsApp. Девочке, кстати говоря, 21 год, так-то по-хорошему. Но мать ее просто задолбала. Она не может пойти к своим друзьям домой, потому что у матери случается истерика. Она не может что-либо делать, потому что у матери случается истерика. И мать постоянно ей манипулирует. И манипуляция-то настолько простая, она настолько просто на поверхности, что я не понимаю, каким великим человеком является эта моя подруга, что она до сих пор свою мать нафиг не послала. Потому что в аналогичной ситуации я очень быстро как бы расставила все точки над «и» и сказала как бы «спасибо большое, все, я взрослась». Спасибо за детскую мою жизнь и всем пока как бы все. Банально, чтобы понимали, она ей не отвечает в течение пяти минут. Мать начинает звонить. Если она не дай бог не заметит телефон, там все, там вот такие стены текста и серии, что ты просто дрянь, ты ужасная, ты отвратительная, ты меня не любишь. А вот мы тебе покупали в детстве в твоем какие-то там игрушки. Мы тебе там оплатили обучение. Блин, спасибо большое, что вы родили человека, спасибо большое, что вы одевали и кормили. Но вроде как это было ваше желание родить человека и, ну, типа, одевать его и кормить. Почему я все это говорю? Если вы понимаете, что ваши родители – это не самые лучшие ребята в этом мире, только бикосов, потому что они ваши родители, ну, я считаю, что любовь абсолютно любого человека, ее нужно, ну, не то чтобы заслужить, она не должна образовываться на ровном месте. Почему в теории я должна любить какого-то человека, кто является моим кровным родственником, если я даже не знаю, сколько ему лет, если я вообще даже не знаю, кто этот человек, где он живет, с кем он общается, какие у него увлечения. Почему я должна только потому, что моя кровь в своем составе содержит... Почему только потому, что из-за того, что моя кровь с кем-то имеет общие какие-то вот эти вот штуки. Почему только потому, что мы люди из одного клана, я не знаю, как это правильно называть. Я должна к кому-то относиться хорошо или плохо. Я буду относиться к ним так же, как я отношусь к незнакомым мне, людям. То есть, если вы подружитесь со мной, мы будем дружить. Если, типа, вы будете прям клевыми ребятами, я буду вас любить. Но почему? Я никогда этого не понимала. Почему кто-то должен любить своих родственников только потому, что они его родственники? Сколько матерей ненавидят своих дочерей, это просто пипец. Я могу на эту тему вообще дискутировать от нуля до бесконечности. Слава богу, в моем случае с матерью у нас были немного иные отношения. Но у моих подруг очень часто было, что ты страшная, ты толстая, ты низкая. Давай там, типа, лучше учись, тебя никто никогда не полюбит. Вот эти вот, знаете, вот такие дебильные манипулятивные штуки, они просто отравили мозг абсолютно большинства моих подруг. У меня абсолютно большинство моих подруг, сука, закомплексованные, что пипец. Потому что собственные матеря, когда они были маленькими девочками, говорили, у тебя нет груди, а ты низкая. И это похоже на сюрреализм, но я уверена, что очень многие люди из вас сталкивались с этим. Пожалуйста, расскажите об этом в комментариях. Потому что, ребят, типа, вот почему вы должны любить женщину только за то, что она вас ненавидит или делает вид, что ненавидит? Моя мать всегда мне говорила, что самая классная, самая крутая, да, из-за этого у меня проблемы с самооценкой, как бы, ну, в том плане, что она слишком завышена. Но, знаете, это явно лучше, чем если бы моя мать с детства мне твердела, что я уродливая, что я мелкая, что я отвратительная, что я никому не нужна. Родители должны тебя поддерживать, они должны давать тебе пору, силу. И тогда, да, это отношение про любовь. Но если твои родители тебя как будто бы ненавидят, зачем их любить? Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вы знаете, что ваша подруга живет с человеком, ну, неважно, барин или девушка, и вашу близкую подругу, которую вы очень сильно любите, шейми, тот человек, с которым она живет. Забудьте о том, что это ее родители. Представьте, что она с партнером. Вы этой подруге реально будете говорить, если она будет приходить к вам в слезах, что, блин, дорогая, уходи оттуда, там тебя не любят. Если вы знаете, любовь родителей проявляется в том, что они хотят тебя абьюзить, в том, что они тебе завидуют, потому что ты там, я не знаю, ребенок, и ты молодая, у тебя жизнь впереди. И, возможно, какие-то моменты, которые они упустили, они видят, что ты обязательно их нагонишь, то зачем это все любить? Я как бы просто считаю, что избавление от любых обратительных отношений, вне зависимости от того, кто износит обратительных отношений, это ок. Можно меня начинать ненавидеть, но я хотя бы высказала честно все, что я думаю на эту тему. Уважать родителей? Да, уважать можно, но опять-таки есть за что их уважать. Я бы, например, не смогла уважать человека, который все мое детство на меня чморил. Но многие мои подруги каким-то образом еще умудряются этих людей любить или уважать. Но, возможно, они действительно святые люди. Вот, такое видео у меня получилось, и обязательно напишите все, что вы думаете на эту тему. А я вас всех люблю, всех очень сильно целую, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok